Герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина Октябрьской революции Красного Знамени, а также Ордена Почетного Легиона. Список регалий генерал-полковник авиации Михаила Громова можно перечислять долго. В годы Великой Отечественной войны прославленный военачальник командовал сначала авиацией Калининского фронта, а затем Третьей и Первой воздушными армиями. Впрочем, мировую известность легендарный летчик получил еще в довоенное время. В 1937 году вместе со своим экипажем он установил абсолютный мировой рекорд дальности беспосадочного полета из СССР в США через Северный полюс. В год 80-летия этого достижения бюст Героя Советского Союза будет установлен в Мигалово у здания средней школы номер 19. Это очень символично. Около крупнейшего аэродрома военного вообще Российской Федерации будет бюст в школе. Ну это, думаю, патриотикам очень хорошо, что обратился этот инициатор. Это ни администрация была, ни Тверская городская дума, общественная организация. Инициатива установки бюста принадлежала Тверскому генеральскому клубу. Автором памятника выступила мастерская Михаила Сердюкова. Результат этой работы тверетяне смогут увидеть уже 14 июля. Еще один вопрос повестки внеочередного заседания касался проектов, на реализацию которых может уйти куда больше времени. В частности, депутаты утвердили программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери до 2037 года. В ее рамках пройдет целый ряд мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции социальных объектов. Первоочередными станут работы по ремонту средней школы номер 5, строительству школы в юности, а также поликлиники в Южном. Главная задача – обеспечить населению города в шаговой доступности объектами социальной инфраструктуры, образованием, физической культурой и спортом, культурой, здравоохранением. Также в ходе заседания народные избранники обсудили законодательную инициативу одного из депутатов. Сергей Панчин предложил обратиться в законодательное собрание Тверской области с идеей изменить порядок оплаты штрафа за нарушение правил платной парковки. В случае, если инициатива будет одобрена, штраф за неоплату парковочного места в течение 30 дней с момента вынесения постановления будет иметь скидку в 50%, по аналогии со штрафами ГИБДД. По словам депутата Сергея Делакова, такое нововведение может положительно сказаться на платежной дисциплине автовладельцев. С точки зрения разработчиков, они считают, что это позволит увеличить сбор штрафов. Вместо того, чтобы заплатить 1000 рублей, вы будете иметь возможность заплатить 50%. И они предполагают, что вы эти 500 рублей с большей радостью заплатите, нежели чем 1000 рублей. А вот многодетным семьям Твери отныне за использование платных парковок денежные средства вносить не нужно вовсе. Причем это решение народных избранников коснулось как семей с родителями, так и с опекунами. Таковых на сегодняшний день в городе около 2000. Впрочем, как отметил один из авторов проекта депутат Дмитрий Гуменюк, в зоне платной парковки свои машины постоянно будут оставлять лишь малая часть от этого количества. По нашим оценкам, под данную категорию для многодетных семей, которые обладают автомобилем и пользуются инфраструктурой в центральном районе, где действуют платные парковки, примерно попадает около 40 семей, что в нашем понимании несущественная нагрузка на бюджет. Чтобы воспользоваться правом бесплатной парковки, собственник машины должен обратиться в администрацию Твери и предоставить департамент транспорта данные своего автомобиля, а также документ, подтверждающий, что семья является многодетной. После чего номер машины будет занесен в базу и во время видеофиксации считываться не будет.